смотрите это вроде столовка прикольно класс греческая столовка вот это да посмотрите здесь рыба есть картошка капуста даже такая история есть рожки какие-то помидоры с рисом или что-то перцы по-моему помидоры но и перцы и помидоры есть нут да ну и что-то какая-то месиво какое-то прикольно но я бы спросил что здесь почем какие цены но я так понимаю что они по-английски может быть не бум-бум эти люди оценники здесь есть но они на греческом митболлс фрайт 7 евро митболлс типа котлеты жареные с рисом котлеты с рисовым супом 7 тоже евро мусака 7 спагетти с этими же котлетами или тефтелями 7 хочу все по 7 салаты по 4 евро яблоки килограмм 340 что за яблоки такие крем-карамель 3 вот армеллоу 2 евро но да есть вот английское меню кока-кола евро 50 как-то так это выглядит кто бы мог сказать что в греции тоже есть такие столовники интересная не знаю существенно ли большая разница между этой столовкой и каким-то более или менее нормальным заведением постараюсь может быть субботу попасть в кафешку которую мне посоветовала знакомая там уже посмотрим по ситуации мой друг уже отвез машину на то уже посмотрел эти стойки оказалось тьфу тьфу все нормально с ними попал в яму до предыдущий хозяин но все вся жидкость в стойках сто процентов они сохранились они новые там рычаг только надо будет поменять тормозные колодки но не все так страшно как мне вчера казалось то есть да попадался на деньги естественно есть но там не овер какой-то прайс серьезный это не может не радовать но вот с этой очередью чтобы оформить машину вот это самое грустное на данный момент ну смотрите я уже вижу кабрик точно такой же троечка черная на дисках моих любимых для этого кузова но это нора реплика не слишком большие ну да так как-то немножко она не ухоженная конечно машина здесь все не ухоженные машины вот но и жопа тоже конечно задрано не знаю мне кажется что та машина которая я выбрал она поинтереснее но такой же кузов но она как-то красивее выглядит что тут говорить вот посмотрите вон порт стоят корабли и вот этот круиз как оказалось он идет через перей представляете на который меня пригласил мой подписчик непонятно с кем я буду в каюте еще есть разные варики и вот классно что он там стамбул перей идет венеция баре этот круиз и можно будет залететь сюда залететь сюда и сесть здесь выйти там какие-то вещи тимону передать опять и опять залезть в этот корабль и попал пойти дальше как вариант так где это не трое что-то туплю ты еще дальше надо видимо идти да но получается что еще не понятно с кем я конечно но можно было бы машу позвать маша вообще шикарно было здесь об на метро до перее доехала и села со мной на пароход и поплыли не знаю время покажет что там да как я вышел снова напротив акрополя и там какой-то кафе под названием бу но я так понимаю что катя разбирается и плохого не посоветует но она мне писала часа три назад и вполне может быть что они оттуда уже ушли а может и нет посмотрим я написал что у меня уроки что я напишу вот вроде как и написал в инстаграме но он пока не отвечает посмотрим любом случае кайфово прогуляться в такую погоду в таком куздюме он прям струится конечно я прикалываюсь каждый раз над дорогими вещами но может я сам себе выдумывал помните как фильме о чем говорят мужчины когда они купили в киеве картину и там была шутка про известного художника может и здесь тот же самый эффект не знаю но конечно полностью натуральный костюм это приятно сейчас дойду покажу мото кафешка вот так вот все от люди сладко отдыхают погода сегодня не особо летная до дожди достаточно часто почти каждый день немножко но бывают самом деле такой район здесь миллион всяких кафешек я думаю что это какой-то достаточно известный район здесь в греции он прямо в центре такие развалюхи здесь я почему-то ассоциация с будапештом знаете там есть такие пишите в комментариях как называются районы там где еще клубы сделали заброшках вот здесь тоже как бы одни заброшки и среди них кафешки такие стильная да я еще понимаю что надо открытки отправлять сегодня уже что там у нас среда я еще не отправлял открытки так ну наверно вот это вот место да посмотрите какое модное почти биться такая будто стиль бионика здесь присутствует ну я и 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 ну классно красивый дизайн конечно обалденный все на стиле все уютно все круто как-то так тоже бывают перегибы на местах видите как-то не удалось не получилось но с другой стороны напишет может быть но но они должны написать естественно ответить у меня телефон не осталось только есть инстаграм мы можем по инстаграму переписываться но они могут написать уже когда будет слишком поздно и сегодня так завтра посмотрим не завтра так послезавтра не прикольно просто погулять знаете когда нет цели если кто-то ее придумывает уже неплохо так сидеть дома тоже не очень хорошо а мы в итоге с вами пошатали здесь по этому райончику ну классно не знаю есть свой прикол в этом я пока в афинах ничего плохого не увидел мы с вами вместе пытались найти наркомана вчера не нашли да есть куча граффити есть куча развалюх но оно может быть из-за того что солнышко светит и как-то вот оно смотрится вот и поэтому нам мило няшно симпатично ничего не могу сказать идет слепой дождь тоже классно идешь себе кайфуешь я не знаю я после индии немножечко сейчас таком нахожусь приятном состоянии потому что вы знаете да плюс 40 индусы и т.д. и т.п. я говорю что это как бы неплохо но всегда есть какой-то контраст приятный я думаю что если бы я был бы очень долго в европе я наоборот бы если прилетел в индию то кайфанул бы от индии от того что все просто от того что все дешево да то есть всегда зимой мы хотим лета а летом мы не против зимы вот такие вот рассеянные с улицы с улицы бассейны катя поздно посмотрела в телефон не приходили сообщения так мы не увиделись может увидимся суббота воскресенье не знаю на выходных завтра проблематично надо передавать посылку пятница рабочий день с утра до ночи коры самое интересное будет субботу воскресенье воскресенье стрим с машей по идее она должна вернуться там из кипра или откуда она где она сейчас улетела субботу субботу может пошатаемся с катей на что-то расскажет про грецию не знаю глянем но вот такое вот вялое времяпровождение пока в афинах да у меня принципе она всеми вялое чего греха таить время один когда уже с кем-то тогда может быть повеселее становится но то такая видите была ленка теперь лены нет она где-то там в гималаях кстати надо кати написать сказать ей привет как она там поживает она осталась в рамболе нет не в рамболе а где она там возле рамболе в квериме как-то так но вообще не знаю пока мне вообще не скучно катя не встретил но снова два пакета с кроссовками что ж ты будешь делать а футлокер что ты со мной делаешь с этими ценами да эти скидосы просто я уже и дрону скинул модель очень красивая от джордана за там 50 или 60 евро он зацепился за эту историю завтра же отправка в одессу и ну вот что делать хочется поделиться со всеми радостью от кроссовок классных фирменных ничего нет ну еще одна пара кроссовок для потенциального человека который может со мной поехать в круиз как-то так вам конечно интересно что там за кеды первые кеды это вот такие вот сейчас модные кеды девочки любят на таких желтых пожелтевших подошвах и они такие должны быть знаете ну типа очень-очень простые вот одни такие кроссы вторые кроссы этот дрон себе заказал так жалко что коробку придется выбрасывать потому что она не поместится скорее всего это жорики посмотрите какие жорики они современные каши не классика то что я люблю но это же красота посмотрите действительно очень крутые я в себе такие тоже взял тут сетка змейка такая подошва такая яркая цепкая тоже супер так что завтра они поедут в одессу новый день сегодня кстати хотели тоже такой еще кабрик взять я рассматривал такой мини-купер кабриолет точно такой же красавчик но он маленький туда нихрена вообще не поместится поэтому не не взял на 1000 дешевле стоил или на полторы тысячи долларов красавчик вот за эти деньги конечно он очень круто выглядит так вы видите так что с камерой нормально вот эта сумка которая сейчас беру и я надеюсь они там ничего не разобьют и сейчас буду отвозить в гостиницу там где водители автобуса остановились они мне скинули локацию мне прямо интересно сколько там килограмм в этой сумке посмотрим сколько выйдет эта передача мама дорогая с этим смартом выбили сзади стекло вот говорю корешу может секретки взять европу на колеса чтобы не открутили ну вроде здесь не открученные колеса у машины но раньше в европу так не ездили да не боялись за эти все окна колеса не знаю вчера купил еще маслины меня попросили передать классно в одессе в моем доме открыли кафешку крутую кстати будет видео на расчис на канале надо будет найти время озвучить его из одессы в одессе как как-никак но жизни но если не кипит то так немножечко буквально пузырится вроде даже есть какая-то жизнь люди что-то открывают веселятся но до 18 мая остается совсем немного времени поэтому не знаю что будет с 18 обещают какую-то жесть да что хочу еще сказать так это то что все у меня сегодня подписчик скинул номер брони того самого круиза через венецию стамбул грецию кстати из перей он тоже заходит я уже рассказывал наверное так что можно будет здесь вот об выскочить что-то тимуру передать или что-то забрать на этот корабль посмотрим классно это где-то начало октября поэтому готовьтесь подписывайтесь на канал если вы еще не подписались сможете посмотреть что же там интересненького на модном круизе итальянской компании происходит я думаю это будет прям очень круто и я пригласил уже на этот круиз одну девушку а пока я буду хранить в секрете кто это и что это да и с другой стороны тут такое дело знаете девушки они существа гормональные сегодня да конечно завтра ой не знаю послезавтра нет а после послезавтра снова да конечно поэтому поэтому будем посмотреть но уже данные вбиты поэтому такое должно вроде бы как быть интересно прикольно ярко ну а что из этого выйдет посмотрим в моих выпусках доставочка прямую дальше сейчас надо до синтагму доехать и синтагму еще пересесть на м2 все три линии здесь насколько я так понял м1 м2 м3 очень простое метро до смешного и кайфовая вот бы нам воде сюда такое было бы тоже круто видите с пересадочками я все-таки еду к этой гостинице посмотрите обратите внимание женщина целует мужчину это вам не париж где мужчина целует мужчин то есть греция в этом плане приятно удивляет может что-то кто-то напишет что здесь что-то такое есть но я вообще ни разу еще не видел никаких таких движений вот возле эйфелевой башни куча мальчиков которые с мальчиками гуляют девочек которые с девочками целуются а здесь здесь кайфово нормальные пары как-то вот как у нас более или менее плюс-минус если бы не здание вот эти вот квадратные я бы подумал что я в париже на любимой улице где я жил видите что я нашел такая же цели как у меня была моя первая машина один в один такого же красного цвета сколько моей жизни всего произошло после этой машины как она меня увезла в другую жизнь этот тачка вы себе не представляете мы с дроном гоняли на ней слушали леди гагу диски другие были поинтереснее но это оригинал стоит стоковая блин до сих пор кайфово смотрится машина какой-то там девяносто второй год да вот так представляете вообще отель сразу возле этого автовокзала еще там ребята эти заряжают про то что надо долго идти ему еще с этой сумкой непонятно нормально да такой мопед переделанный грузовичок гоняют по греции у них очень странная техника здесь очень странная 13 и 2 вроде получается так это работает ребята 5 минут 25 евро и посылочка ушла конечно можно было бы еще нагрузить ну вы видите как бы не особо то и дорого и не вот послезавтра она уже должна быть в одессе неужели так будет мне прямо интересно так быстро и дрон ее заберет себе спокойненько ну вот так круто что сказать и недорого избавиться от этого огромного количества вещей 13кг еще тимону оставлю его вещи еще может какие-то вещи расставлю у родителей у дедушки с бабушкой тимура полностью разгружусь и уже налегке поеду дальше колесить по миру хотя с другой стороны если тачку привезут то можно там багажнике что-то оставить тоже здесь уже дело такое получается такой чемодан на колесах будет своеобразный еще мне интересно что с этим билетом типа он работает 90 минут по-моему до полтора часа неужели я смогу сейчас по этому билету еще поехать куда-то другое место по знаете куда еду ой вам дорогая горбатого только могила исправит я еду футлокер лялечка футлокер но другой футлокер только избавился от тех кросс уже иду за другими если я был алкоголиком ребят я бы бухал все время по именно поэтому я не пью понимаете так что меня спрашивают почему ты не пьешь не пьешь потому и не пью потому что я бы спился если мне что-то нравится это хавайся вот он тот самый момент сейчас будем смотреть пройду или нет что-то эти не могут пройти они прошли теперь моя очередь они вдвоем по одному билету это очень хитро класс а вот как она работает супер на идиоты типа я спрошу где м1 на верх иди поэтому как выходить на улицу оказывается здесь видите что еще есть метро которая как электричка я слышал про него но еще не катался сейчас будет первый раз я не понимаю это часть культуры эти граффити это государство спонсирует или чего вообще но выглядит убого там еще когда я учился в универе там извините 96-97 год это было типа ну прикольно какой-то вызов что ли но сейчас что это это вот как макбук который обклеен наклейками меня это так подбешивает никогда на моем ноутбуке макбуке не будет ни одной наклейки будет красивое яблоко и красивый дизайн жалко что она уже не светится конечно я думаю через несколько поколений они снова сделают это как фишку как с этой зарядкой которая была usb-c теперь снова магнитная как в старых моделях я думаю яблоко вернется победоносно посмотрите еще один вагон снова обрисованный так как молодежь немножко похоже на каких-то румын румынов или как видимо поэтому здесь мужики не целуются то есть сразу пиндюлина пойдет и все то есть у них еще скорее всего вот это есть осталась эта культура что того что они не приемлют это но это и нормально ведь я уже сравнил девочек они одеваются так же как вот у нашей девушки в основном лет десять назад стрейч в обтягушке но парни тоже такие как у нас лет десять назад или что-то вроде того странно да вроде казалось бы европа должна быть впереди планеты всей а я вчера ну вот я смотрел видео которое дрон не снял из одессы наши девушки все ультра модная мужики не такое знаете босс напялил или что-то такое сюда armani exchange какой-то непонятные ты уже хозяин странно да ну мужики в одессе в основном так одевается барсетка или сумочка через плечо гуччи какой-то спортивный костюм но это типа модно сейчас я не знаю про вкус никто не говорит главное чтобы богато было я вообще подъезжаю к тому месту где находится самый большой стадион на котором проводятся олимпийские игры и может быть это он я не знаю честно я как бы не особо разбираюсь как он должен выглядеть это стадион что здесь много мусора вы видите без меня ну где как не в афинах согласитесь построить самый крутой стадион я думаю что то вы конечно можете сказать ты идиот с этими кроссовками это что ну совсем с ума сошел нафиг она тебе надо и где-то вы будете правы или правы понимаете да и я тут с вами согласен но с другой стороны и вообще это не не вмещается мой бюджет мне сейчас надо экономить по максимуму ну потому что за ремонтировать машину документы потом бензин потом еще жилье в европе надо снимать да и придется снимать всякие гостиницы если не будет ну палатки да и они стоят недешево в европе хоть с корешем если он приедет но 50 евро кросс но это же дешевле грибов вы понимаете и вот это моя жадность внутренняя она не может не пойти на это я вчера я вот купил кроссовки девочки я просто но не мог я я понимаю что не просто другой вкус и не втюхивать свой ну те кроссовки которые мне нравятся не очень но седьмые джорданы по моему седьмые там были они стоят 200 250 долларов на скидосе они стоили 60 евро или 70 понимаете это не вообще немыслимо и я их не купил да но если мужские вот сейчас есть за 70 которые стоят 200 250 потом просто себе не прощу этого понимая в каннах и в ницце охотился помните за кроссами за флайтами nike flight хотел найти за 90 евро и радовался этому вот 90 а здесь 49 59 понимаете на какие-то топовые кроссы которые 200 стоят поэтому хоть посмотрю чтоб потом не думать что я не воспользовался с этим шансом а кстати если здесь флайты эти будет 49 стоит но вот как не купить вот скажите мне конечно главное чтобы еще был и конец кинсивкой я дрону так и говорю отправил ему эти кеды кинсивка это конечности сейчас не каждый может похвастаться этим в украине к сожалению все держу пальцы чтобы это все закончилось все больше и больше людей охеревает есть у нас один знакомый у него было другое гражданство и война была в его стране и он сбежал и поменял на украинское гражданство и только поменял через два года в украине война и теперь ему надо идти воевать и он в начале войны поддерживал все это вот эти вот лозунги все спонсировал даже а сейчас в ахере просто говорит что это вообще такое почему люди ничего не делают с этим почему они не встанут как такое возможно в моей стране бы уже давно с этим закончили как можно терпеть это когда просто всех утилизируют ну вот видите пока так видимо рассчитано на людей которые на стадион приходят не знаю такой модный огромный центр все как всегда таранова страдивариус пулан бэр все под этими гигантами которые в принципе производят масс-маркет классный бренд массимо дути очень так он занял позицию тоже прикольную выгодную нормальных качественных вещей в принципе но задорого но не сильно как бы для масс-маркета это дорого а для хороших вещей как бы и не очень да вот как-то так и хорошие они вещи делают о вон он футлокер мне туда интерспорт я так понимаю что там ни одной нормальной пары кроссовок никогда не бывает хотя может быть я заблуждаюсь может быть именно здесь вот в греции есть такое здесь есть фетиш нормальных кроссовок вы видели сколько на главных улиц этих магазинов миллион которые кроссовки продают но выбор здесь конечно не величие лошара приехал зазря сюда ну что сказать 29 евро посмотрите пума стоит такая цветастая модная но цены конечно обалденные что тут говорить тоже считаются такими кроссовками не дешевыми 150 видите за 60 продают их здесь евриков куарачи стоит 49 можно и конверсы взять за 19 видите которые 100 стоят но мне туда не надо понимаете куда мне еще конверсы у меня такая работа что развязывать шнурки буду полдня если куда-то приходить кому-то на урок все я еще провел два урока невзначай что ничего я не купил потому что ничего футлокере не было зато посмотрел новое место очень кстати прикольно прикольный торговый центр там икея я мог бы поснимать для вас икея очень интересно потому что оказалось там есть футкорт свой они продают хот-доги я об этом слышал много раз но ни разу не видел а тут прям настоящая такая большая икея можно купить какие-то тефтели с картошкой вот какие-то хот-доги я единственное взял мороженое прикольное такое кремовое 70 центов сегодня что дешевле чем в магазине такой прайс сейчас пообщался с другом ой все-таки прайсы не детские получаются если все собрать вы себе не представляете получается стойку все-таки надо менять сказали что она новая норм ну как бы нормальная да но если далеко ехать то она может в жидкость выйти из него и все и потом это будет очень серьезный геморрой то есть 130 долларов на стойку потом тормозные диски колодки недешево что-то там еще рычаг на работа ну вот это все 400 баксов хлопс да вот мне надо будет выкинуть 400 баксов но еще рулевую рейку надо бы как как бы сделать но кореш говорит что она не бьет все нормально ну не стоит может тратить 200 баксов на нее потому что там 200 300 по моему долларов еще это рейка стоит бмв это слабое место достаточно но я ездил со слабой рейкой очень долго на своей е-36 вообще как купил так и продал ни разу и не делал конечно хотелось бы тачку сделать как новую она в принципе как новенькая классная но вот такие вот есть вещи до которые со временем по вылазили и ну их вроде бы как надо делать но опять же 400 баксов уже а поди получается через положение приложение не получается сейчас оформить машину хозяина не прогружаются документы в эту дию и надо давать на лапу мы в украине вы знаете тут я сейчас не в украине оформляется это все в украине 400 ой нет 200 долларов бегунок хочет за свои услуги бегунок какой-то инвалид он там может быстренько все это промутить в тот же самый день ну вот смотрите 400 еще 200 а потом пошли еще другие документы еще минимум 100 баксов 700 долларов и это еще тачка не выехала обе бензика досюда она еще скушает на долларов 200 короче штуку баксов кроме того что я уже перевел достаточно много там долларов 200 300 надо положить на то чтобы эта машинка оказалась со мной в одном городе это конечно так себе